Зацените, у нас затопило улицу. Это перекрестка, солнечная поляна. Взлетная, вы видите? Оценили не все, но увидел каждый. Этой ночью на Барнаул обрушился сильнейший ливень, что привело к подтоплению четырех дорог. Автолюбители по колено в воде спасают свои машины. Даже за наезд на тротуар никто ничего не скажет. Ситуация патовая. Оставишь машину в огромном потопе, зальет двигатель. А часть транспорта и вовсе вытаскивали на веревки. Видите, машину вон вытаскивают. Ну а кто-то ищет и плюсы в такой аномалии. Вот, например, катаются на САПах. Да и в принципе есть в Барнаульце, которым такой потоп не принес дискомфорта. Я вообще очень рад тому, что пришел дождь. Люблю, когда погода переменчива в нашем климате. Это приятно. Привыкаем ко всему. То есть дожди стали часто, дороги тоже нормально. Мне было хорошо, свежо. Мы на такси есть. Прекрасная погода свежа. Наконец-то. Тем не менее, вопрос обновления городских ливневок остается актуальным. Все действующие ливневые канализации исправлены, пояснили нам в мэрии. Но из-за осадков, которые в разы превысили нормы, они не справляются. Это при том, что дорожники, которые день работают круглосуточно. Но планы построить дополнительную сеть ливневой канализации есть. На текущий момент администрация города разрабатывается проект ливневой канализации вдоль Павловского тракта. От Солнечной поляны до улицы Попово. Если идут стандартные осадки, именно не выше нормы, не такие обильные, то ливневки не справляются. То есть сегодня, которые уже дожди были, во втором половине дня в индустриальном районе. То есть там подтоплений не было. Отметим, что дождь и сегодня шел большую часть времени. Подтопление фиксировали в центральной части города. Для устранения последствий в краевой столице сформировали 6 дежурных бригад. И работали 11 единиц техники. Как нам рассказали в Барнаульском гидромедцентре, в ближайшие дни погода улучшится. С завтрашнего дня начиная уже будет постепенно происходить прекращение осадков. И постепенное также повышение температур. Предварительно примерно с 12 июля у нас ожидается период опять аномально жаркой погоды. С температурами максимальными днем плюс 30 градусов и выше. По словам специалистов, такая ситуация вполне нормальная для летнего периода. Большое количество осадков выпадает из-за слишком высокой температуры. Все это приводит к интенсивности атмосферных явлений. Поэтому дожди, ливни льют чаще обычного. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин, Владислав Ковалев. День с толком.